Здравствуйте, как поживаете? Итак, на чём я остановился? Ситуация такая. В учреждении, в котором я пребывал на то время, я ручаюсь, это правда. Ну так вот, когда я прибыл туда, местный контингент испытывал некоторые трудности в связи с участившимися проверками. Я высказался, дескать, вы поступаете несправедливо, проверки же были только по средам. А потом это начало происходить каждый день, причём в утреннее время. Работники данного учреждения стали не просто посещать нас, но и забирать наши личные вещи. Там находился некий элемент из наблюдательного органа. Я возмутился происходящим. Моему негодованию не было предела. Я выражал своё возмущение как мог, но сами понимаете. И вот однажды ранним прекрасным утром я воспрял духом и дерзновенно отчаялся выразить своё возмущение всенародно. Ручаюсь, это правда. И там стояли три ухаря, э, прошу прощения, молодых человек. Они говорят мне «Рамазан, да коли!» Ну а срок мой на тот момент уже истекал. Оставалось лишь два месяца. Ручаюсь за слова. Мы с коллективом единым строем. Уважаемый, вы меня слушаете? Разрешите, я продолжу. Так вот, весь мой коллектив, повторюсь, я ручаюсь за слова, разошёлся по всем помещениям. В той ситуации стражи правопорядка, воспользовавшись специнструментом, конфисковали имущество. Полагаю, вы помните лицо из наблюдательного органа? Он сказал мне «Исраб, бесспорно, поступок твой был достойным, но тебя могут начать притеснять». Я ответил, что меня не заботят последствия. В итоге три стража правопорядка забрали меня. Хозяйка на вахте была крайне возмущена. Она спросила меня, отдаю ли я отчёт в своих действиях. Я попросил её не портить мне настроение и не повышать на меня голос. Я сказал ей, что моя совесть чиста. И что притесняли не мы, а нас. Я сказал, вы забираете у нас последнее бельё. И в то же самое время пытаетесь формировать у нас некие мировоззренческие установки. Собеседнику не понравилось моё замечание. Он отреагировал достаточно решительно. Там я и остался. И вот ещё, знаете, представитель местного сообщества, к сожалению, забыл его имя. Что-то с памятью моей стало. Махач, он сказал мне. Безусловно, Исраб, ты поступил справедливо. Я ответил, ну разумеется. Уважаемый, включите блютус. Будьте так добры. Да, пожалуйста. А боюсь, к моменту прибытия мы не успеем прикоснуться к высокому искусству и не послушаем симфонию. Будь добр, включи. Вы не могли бы остановить вот здесь? Дабы выиграть немного времени. Обождите. Вы сказали, заказы вы больше не принимаете. Да, в сторону дома буду ловить. Пора заканчивать рабочий день. И тем не менее, я бы попросил вас. Мне некомфортно будет ожидать стоя на улице, поэтому подождите меня, если можно. У вас не будет зарядного устройства? Нет, нет. Нет. Вас смущает модель моего телефона? Розовый цвет. Нормально, самое оптимальное для сети. Право же, данный телефон несколько не оправдал моих ожиданий. В некоторой степени я был огорчен. А я думал, батарею он будет держать два дня. Неделю держишь зарядки. Я ему сказал зарядку возле магазина закинуть. Реши сам, что значат эти слова. Человек так обрадовался, когда я взял этот телефон и ушел. Направо, направо. Прямо, право направо? Да. Ну, не, не, ну, не, ну, не, ну, как-то. Досадно, я тут себе губу прикусил. Похоже, жевательная резинка дала мне сдачи. Это вам еще повезло, уважаемый. Так прямо тоже никак. А, да. А у меня знаешь, как болеть? Тут направо, кирпич там. Быть может, все-таки налево? По сути, можно дойти и своим ходом. Куда вы предлагаете выйти? Давайте где-нибудь здесь. Уважаемый. Могу, могу, могу здесь машина? Да. Признаться честно, деньгами я не богат, поэтому надеюсь на вашу благосклонность. Вы уж не обессудьте. Нет, так не получится. А? Не получится. Хорошо, тогда оставьте свой номер. Я вам перечислю. Вас и это не устроит? Давайте заедем за деньгами. Быть может, сюда? Я ручаюсь вам. Все верну. А сколько с меня? 431. А? А! Давайте заедем сюда. Хотя, можно и туда. Давайте сюда. Хорошо, извольте. Не тревожьтесь, уважаемый. Я не поступлю с вами непорядочно. Слово даю. Мне чуждо подобное. Признаться честно, на медне мы с друзьями поиздержались. Я никогда не позволю себе отнестись несправедливо к честному работяге. Когда я делю трапезу с друзьями за столом, их трапеза за мой счет. Вот, пожалуйста, взгляните в мой портмоне. В нем не гроша. Мы до утра трапезничали, разговаривая о высоком. Все средства ушли на то, чтобы накормить друзей. Дело в том, что я рассчитывал заехать к своему хорошему знакомому. Попросить у него немного денег. Вот я другу и говорю. Дескать, объясни ему сложившуюся ситуацию. Быть может, он согласится помочь. Не думайте, что я проходимец. Мне до глубины души неприятно подобное. Я в разные ситуации попадал в жизни. Вы, наверное, хотите спросить, зачем тогда я сел? Потому что была нужда, уважаемый. Вы могли бы попросить... А, прошу прощения, что перебиваю. Можно подъехать вон туда? Не тревожьтесь, уважаемый. Я все отдам. Ну так вот, о чем это я? Я хотел сказать, что... Вы не могли бы вот сюда все-таки подъехать. Я просто боялся, что вы откажете мне. Хотя, если душа у вас широкая, быть может, вы проявили бы щедрость. Вы могли бы написать, как есть. Уважаемый, я все понимаю. Другие таксисты могли бы вам помочь. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы вернуть долг. Я ни в коем случае не хочу обделять вас. Это претит моим принципам. Хотя в воспитательных целях я могу провернуть что-то подобное. Из-за этого у меня бывали проблемы. Но это не тот случай. Я понимаю. Вы трудитесь в поте лица. Как можно такому человеку не заплатить? Я не позволю себе этого. Вообще, в подобных ситуациях... Я просто прошу человека оставить его номер и перечисляю ему деньги. И за свои слова я отвечаю. Но если человек недостоин этого, я не плачу. У аппарата? Все хорошо, спасибо. Как у вас? Мы с уважаемым как раз направляемся к вам. Именно так. И двое моих друзей тоже достойные люди. Поверьте. Они заплатят мне? Да, конечно, уже на подходе. Так вот, двое моих друзей... ...тоже не позволяют подобного. В других сферах они допускают компромиссы. Но не с таксистами. Я прошу прощения, но ваше волнение кажется мне избыточным. Словно речь не о 400 рублей, а о 400 тысяч рублей. А вы мне напоминаете уже третий раз. Я уверяю вас, вам не за что тревожиться. Я понимаю вас. Ваш труд нелегок. Но и я нуждаюсь в пропитании. Мне и самому нужны деньги. Дома меня ждет супруга. Нужно что-то купить ей. И если быть до конца честным, я должен выехать из апартаментов. Нужда заставила меня странствовать. Ситуации разные, проблемы разные. Такова жизнь. Я просил друзей и знакомых помочь мне финансово, дабы закрыть долг по аренде. Я уверяю вас, в моих словах нет и доли лжи. Некоторым нашим планам не суждено было сбыться. Вы сдержались на трапезу. У аппарата? Гагаринский дом 3? Я вас понял. Будьте добры. Курс туда, здесь недалеко. Вы просто незнакомы со мной близко. Побудь мы с вами рядом два дня напролет. Мы бы крепко сдружились. Я бы продемонстрировал вам пример прекрасного нрава. Научил бы вас разбираться в людях. Преподал бы вам пример мужественности. Я смелюсь с вами поспорить. Человек, видавший многое, ведет себя несколько иначе. Ну, право же. Вы же видели, что мы достойные люди. Но стали тревожиться. Словно мы какие-то проходимцы. Но ведь это не так. Я ведь рассказывал, я накормил друзей. И двух-трех тысяч как не бывало. А если говорить о тех, кто сидит на паперти, прося денег, то и здесь не все однозначно. Я не раз проявлял щедрость. И делал я это ради Всевышнего. Ведь человек мог просто оказаться не в то время, не в том месте. И остался без средств. Бывает ведь такое. Ну, а с теми, кто просит денег, будучи прилично одетым и полным здоровьем, у меня разговор короткий. Говорю, отнюдь. Не досаждайте мне. На моем веку еще не было такого, чтобы я не подал нуждающемуся. Когда есть деньги, конечно. Этот мир нуждается в подобных поступках. В нынешнее время люди стали столь черствыми. Право. Доверия совсем не осталось. Сознание людей замутнено алчностью. Но на жизнь можно посмотреть под иным ракурсом. Внешнее не всегда отражает внутреннее. Думаю, вы разделяете мою философию. Ведь вы человек культурный. Минутку, я уточню. Уважаемый, я на месте. Гагаринский переулок 3. Вы меня видите? Мне прямо следовать? Прошу прощения, так направо или все-таки прямо? Проедьте вперед, будьте добры. Вы не могли бы не вешать трубку, пока я до конца не скоординируюсь. Значит, Гагаринский дом 3 и направо, верно? Прошу меня извинить, уточните. Гагаринский 3 направо, так? С правой стороны? Сюда, пожалуйста. Одну минутку. Я уже в пути. Я правильно расслышал, мне нужно повернуть вправо? Нужно только расплатиться с уважаемым водителем. Прошу, будьте на месте. Мы сейчас подъедем, ожидайте. Будьте добры к указанному адресу. Я не задержу вас сильно. Понимаю, у вас дела. Доверьтесь мне, я все отдам. 400 рублей не обогатят меня изрядно. Разумеется. Если я верну деньги, запомните меня как достойного человека. И когда я позвоню и попрошу об услуге, вы ведь поможете мне? Я вижу, вы человек хороший, будем знакомы. Чем доверяться незнакомому таксисту, вызову лучше вас. Будете моим младшим братом, как ваше имя. Не брат я вам, но я же фигурально, это форма речи. Вадим. Вадим? Ура. Не поймите меня превратно. Я ни в коем случае не хотел оскорбить вас. Когда я вызову вас, я оплачу заранее. И вы отвезете меня на важную встречу. 8, 900. 9, 9. Вот, я звоню вам. Если наш знакомый одолжит мне средства прямо сейчас, то я расплачусь немедленно. Взгляните, дозвон поступил на ваш телефон. А если не одолжит, то я перечислю вам деньги через 2 часа. Ну хорошо, через 3. Хотя не исключаю, что 4. Вы только будьте у аппарата. Добавлю вас в контакты. Простите, как вы сказали ваше имя? Вадим уже есть. Ну, не писать же мне УАДА. Будет 2 Вадима. Напишу Вадим такси, вы не против? Таксисты, конечно, бывают разные. Вот буквально на Медне. Едем в ресторан. Трапезничать с друзьями. Оставил телефон в такси. И он с ним уехал. Ты представляешь, а? Он же видел, что мы с моими друзьями вошли в ресторан. Он ведь мог бы подойти, вернуть. Разные люди, и среди таксистов, и среди пассажиров. Вот такая оказия. Если бы этот уважаемый вернул мне телефон, я бы щедро вознаградил его. 20-30 тысяч не пожалел бы, ведь там вся моя жизнь. Ну а того, кто его вызвал, я, к сожалению, не знаю. Не удается найти его. Будьте добры, остановите. Вот здесь, если можно. Я в самое ближайшее время расплачусь, поверьте мне на слово. Э, что, выходите мне или что?